Я смотрю, хорошо заходит видос, где что-нибудь расковырено, я про что-нибудь рассказываю. В общем, в двух словах, у меня был приёмник Sport, точнее даже два, Sport 2 называется, пара экземпляров. Один из них весь раздолбанный, но более-менее ловил. На втором было ощущение, что он в очень хорошем состоянии, но очень тихо работал. И я, короче, по классике взял там все ёмкости поменял на новые, всё проверил, все напряжения на выходном каскаде, у всех транзисторов всё в норме. Я уже не знал, что делать, и отложил его, что-то уже полгода на меня, ну, несколько месяцев лежал. Сейчас, я думаю, надо опять со свежими мозгами посмотреть. Вот, очень тихо работал, я, короче, решил, не воткнуть ли у меня просто динамик внешний, посмотреть, как он будет звучать. Сначала наушники воткнул, наушники оказался нормальный звук, у меня переделано гнездо, это маленькое, советское, под 3,5 мм джек. И оказалось, что на наушнике он работает вообще нормально. Я тогда заморочился, сделал там тоже из старого приёмника, у меня такая, типа, мало места тут показывать. Микроколонка, ну, короче, динамик просто в корпусе. И оказалось, что нормально всё работает. Значит, то, на что я меньше всего думал, оказалась причина в динамике, а что именно? Он, короче, смещена катушка, он чуть-чуть деформирован, я сейчас попробую, будет ли это заметно. Вот такой звук, подкрюкивающий, и как будто смещено напряжение где-то на транзисторах выходных. А когда я начинал его деформировать, чуть-чуть на него нажимаюсь в определённом положении, звук становится хуже, а в другом, наоборот, и басы появляются. То есть, я сейчас попробую ручками своими крыльями, не знаю, чуть-чуть выгнать его основание, чтобы катушка заняла в правильное положение. Если получится, то соберу всё и сделаю обзор на приёмник, если получится динамиком с этим. Приёмник очень интересный, кто ещё не видел его, он имеет магнитную антенну для длинных, средних и двух диапазонов коротких волн. У него телескопические вообще нет. Вот, но я тут ещё тоже кривыми руками своими полез и паяльником пережёг вот эту вот штуку. Это нить фенгерного устройства. Это достаточно геморройное дело это всё восстанавливать, но я думаю, что я за часик справлюсь. В общем, кому интересно, что будет дальше, пишите в комментах. Сделаю на него, обозрю, так сказать, сделаю обзор, как он принимает на магнитную антенну КВ. Вот, пока всё, ввести с полей. До свидания.